Привет, это Фастфуд Манагер и я надеюсь, что сегодня будет заключительная серия, потому что нам осталось совсем чуть-чуть по списку дел мне нужно всего-то 2200, а у меня в кармане сейчас 1884, то есть буквально еще пару копеек и будет нам пиццерия. Значит, бургерную я свою открыл, тут у меня что? А, стаканчики для фри, как это работает? У меня что, картошка фри пропала? Нет. А, тут все выключено, давай включайся и жарься. Где мои посетители? Почему никто не заходит? Упаковка стаканчиков для кофе закончилась в еда с пола. Ладно, тут рядышком сейчас съездим быстренько за стаканчиками. Прикинь, пока я бегал за стаканчиками, я их, короче, купил и отнес, но я забыл отключить фритюрницу, у меня там картофан сгорел, походу, божечки. Картофан, а картофану пофиг, слушай. По-моему, он нормас. Вообще, отлично себя чувствую так, подождите. Вот так вот, высыпаемся сюда. Вообще, пофиг картофану, он, по-моему, огонь. У меня, значит, два посетителя, они хотят бургеры, а котлетки-то у меня не зажарены. День у меня сегодня успешный, вообще, не с той ноги встал. Значит, нужно ножик, а где ножик? А ножик-то где? Ножик, блин! Эй, ты у меня ножик свист... Ну да, действительно, вот. А чё я парюсь? Я просто возьму, у тебя все ножи и заберу, раз ты так вот поступил. Значит, пока я тут бегал за ножами, профукал двух клиентов. Прям точно, день не с той ноги. Ещё и котлеты сгорел. Оооо, блин, это просто фиоричная фиасочка. Черт, подере, ей придётся мясо выкидывать. Ладно, тощим собакам отдадим. Ну, в смысле, бомжущим. Доставим, значит, с холодосом мясцо. Последняя упаковка. Ничего ж тебе. И... Давай, бери под котлетки. Под котлетки. Сыр, котлетка, кетчуп и огурчик. Давай, огурчик. Опа, опа. Месье, готово. Ой, кажется, промахнулся, мальца. Ну что, что, в шаухе закончился майонез? Да ё-моё, какая шауха без мазика? Пошёл я за мазиком, значит. Пока бегал туда-сюда, ещё один посетитель пришёл. Ну, как зомбарь здесь стоит, смотри, смотрит на мои деньги. Это мои деньги. Не смотри на мои деньги. Здорово, вот твой мазик. И чтоб я больше не видел от тебя никаких заказов. А то задолбали. Блин, кто-нибудь, уберите здесь эти коробки, они мешаются. А, ну да, я тут один работаю. Кто уберёт? Сам подскидываю сюда в уголок тогда. Кто уж как не я. Я вот не понимаю, у меня уже три заведения открыты, а я до сих пор не обзведусь персоналом собственным в бургерной. Это катастрофа просто. Держите, мадам. Вам самолично директор этого ресторанчика принёс картошечку фри. И вам тоже самолично директор принёс. А теперь пендуйте отсюда. Мадам, скажите, пожалуйста, как вам обслуживание? Удобно ли вам сидеть в столе? Это, конечно, не моё собачье дело. Время подходит к вечеру. Уже вечер, 17.34. Значит, дело подходит к ночи. Давай посмотрим, что по прибыли. По прибыли у нас ООО. Всё, в принципе, мы уже накопили. Можно закрывать его ресторанчик и идти дрыхнуть. Этот ужасный день закончился. Я же директор ресторана, правильно? Я могу в любое время закончить рабочий день. Дома. Мой милый, роскошный дом. Но спать я буду сегодня на диване и смотреть идти на рожку. Итак, прибыли у нас 607 заданий выполнено. А я теперь могу себе позволить купить пиццерию. Да, пожалуй, этим и займёмся. 2000 долларов. Я покупаю эту недвижку. Оу, я получу на достижение Fast Food is my life. Осталось только найти мой рейстик. Как он выглядит-то? Давай ещё раз посмотрим. Он выглядит... А, он выглядит вот так вот. Где-то я такое уже видел. Давай мы сейчас ещё в бургерную затолкаем персональчик. Мне нужен в Shop 3. Кстати, да, название. Бургер с пола. Вот. Отличное название. А новый бизнес это грязная пицца. Теперь нанимаем, значит, для бургера с пола вот этого крутого чувака. Или может девушку всё-таки нанять. Более ответственная будет. Да, давай девушку. Пойдём посмотрим. Девушка, ты там стоишь? Да, она стоит за кассой. Мы сейчас затолкаем в её инвентарь. Всё-всё-всё-всё-всё. Сыр вот тоже надо будет затолкать. Блин, куда в неё столько влазит просто? Булочки, естественно. Ну всё, девчуль, давай работай. Поши. Поши в три дорого, чтобы приносил много денег бургерной мэн. А я пошёл искать пиццерию. Ага, ага, я его вижу. Он за клубом. Ну, нифигас. И это всё помещение моё? Огромнейшее помещение. Ты посмотри. Кажется, это оно. Это прямо вот кажется, что оно. Я даже логотип не буду менять. Он мне очень нравится. Да вы что? Да, там и печка работает. Ага, огромное печище. Как тут тепло и горячо. Вот это место. Да, я тут один не управлюсь. Мне тут нужно огромное количество персонала. Ты посмотри, какое помещение. Это же... Ух, вот это я понимаю, арестик. Вот это, да, вот это дела. Купить замороженную пиццу, купить и установить все виды оборудования. Ха, ха, ха. У меня столько денег нет. У меня всего 500 баксов. Вы что? Ладно, тем не менее, пойдём с чего-нибудь начнём. Значит, нам нужно купить масло для фритюра. Это в бургерной у нас там проблемы с ним. И пиццу. Пиццы. Это мы упаковку покупаем? Или по одной штуке заморожено? Давай три штуки возьмём. И проверим. Задание выполнено. Что ещё там по списку делал? Купить и установить все виды оборудования. А какое оборудование ещё нужно в пиццерию? Ножи, чтобы пиццу разрезать? Или фритюр? И чтобы делать картошку фри в пиццерии вполне реально подавать картошку фри? Ну да, скорее всего. Можно туда и пиво андроза толкать. И всё-всё-всё вообще туда в принципе толкать. Там столько места, что можно всё туда вбахать. Ну что, подруга? Держи. Масло в большом количестве. Жарь жирную картошечку. А я тем временем решил всё-таки купить вот этот здоровенный стол. Он как никогда подходит для того огроменного здания. Ну и конечно же стулья какие-нибудь. Крутые стулья. Стулья. Табуретки. Вот. Отличные, прикольные. Прям подходит под интерьер. Пять-четыре штуки по одной с каждой стороны на этот огромный стол. Всё-таки решил вернуться и купить оборудование. Вот это у нас кофе, машина. Покупаем. Наверное, стоит ещё зайти за кофе тогда. Потому что денег у меня осталось не так много. Кофе, вода на всякий пожарный, молоко, конечно же, и стаканчики. Вот. Сколько у нас там времени? 16-19. Вечернее время пятницы, час пик. Сейчас будем зажигать, готовить пиццу и продавать. Пицца, 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 пицца. А, стол. Подожди. Надо начать со стола. А то где ты будешь гостей размещать? Стол поставим прям по центру. Прям вот входишь и сразу за стол. Хлопыш. Теперь стулья обязательно. Как же без них? Блин, табуретки вот прям напротив пипеток. Ну, вот этих вот пипеток. Я их пипетками называю. Звенящие пипеточки. Которые подзывают офисанта. Но в данном случае меня, директора этого ресурса. По-моему, криво стоит. Да, ну, не ладно. Пофиг. Такой дизайн. Я так вижу. Неплохо. Неплохо. Просто шикарно. Теперь нам нужно вытащить кофейный аппарат. Кофейный аппарат можно прям на стол бахнуть, чтобы каждый мог сам себя обслужить. Но нельзя, к сожалению. Значит, кофейный аппарат у нас будет здесь стоять. Заливаем в него водичку. Баллон с водой можно тут оставить. И жалко, шкафчики не открывать. Сюда бы и баллон с водой можно было пихнуть. Вот так кофейку. Молочко. И стаканчики рядышком. Опа. Ну вот, в принципе, кофе-е готово. Теперь вот насчет пиццы. А, это одна пицца получается? Нифига себе. Я покупаю готовую пиццу уже. Просто ее разогреваю и подаю. Подожди, надо открыть. Надо открыть тогда мое ресторанное... Эй. А что она не открывается? С другой стороны надо? А, она с другой... Грязная пицца невозможно открыть. Магазин откройте список задач. В смысле? Зачем мне список задач? Купить и установить все виды оборудования. И только тогда я смогу открыться? А как? У меня денег-то нет уже. У меня пицца сготовилась. Что, я буду сам ее есть? А можно несколько пицц готовить? О, можно. Ну, тогда пускай готовится. Три подряд пиццы сразу. Это офигенно. Мне не нужно ничего бегать тут суетись. Ну, кроме кофе и фритюра и картошки. Короче, суетись тут все равно придется. А печку можно как-то включить? Я не знаю, почему так долго готовится пицца. Она вроде горит, но в то же время она не готовит. Дров, наверное, подкинуть надо. О, сготовилась, смотри. Взять единицу, взять. Пиццу еще по единице можно раздавать? О, кусочек пиццы для черепашки нельзя. А что, если я пойду кусочек пиццы бомжонку отнесу? Покормлю его нормальной едой. Покажу, до чего я дорос, чего достиг. Да и, наверное, и спать ложиться уже, видишь, день к концу подходит. Так что, вполне. Пицца вся приготовилась. Надеюсь, она до завтра не стухнет. Беру кусочек пиццы и пойду к бомжонку. Ну, здравствуй, мой старый друг. Держи. Ты, оказывается, неплохой парень. Блин, я думал... Не то, что эти, которые ходят тут. Я думал, он сейчас скажет, что ты, оказывается, так хорошо поднялся. Но он опять за старое. Вот фритюр, да, можно купить. Вот эту штуку можно купить. Вот эту штуку можно купить. Мне даже понадобятся две штуки. Продавать бургеры в пиццерии. Самому себе конкуренцию создавать. Бизнес отжимать. Грязная пицца. Пицца, пицца... А, хотя я тут могу продавать и... Ой. И хот-доги, и шауху, и бургеры. И вообще все что угодно. Значит, кусочек пиццы я буду продавать. Да, кусочек пиццы очень дешево выходит. Ну, я еще газировочки купил, конечно же. Все по 4 доллара у меня тут. Комфортно, ты посмотри. У меня почти 4 звезды. Итак, цена установлена. Магазинчик... Нет, он не открыт. Ладно, тогда будем расставлять наше оборудование. Нет, с этого мы не начнем. Мне нужно вначале поставить фритюр. Теперь нужно туда две вот эти штуки вбахать. А вот теперь вот это вот фасовочная фигня. Вот. Приторобанил еще одну штучку. Вот такую вот для шаурмехи. Шаурмеху буду делать вот здесь вот. Посмотрим, что у меня с пиццей. Сцепиться пока держится. Пока все хорошо, не пропадает. Я даже не представляю, сколько днев мне потребуется, чтобы открыть эту пиццерию. О, нифига себе, тут брейк-дансеры есть. Ты гляди. Чему зло? Крутяк. Надо почаще по городу гулять, а то и все в бизнесе, да в бизнесе. Настал следующий день. Я получил зарплату. И, короче, купил оборудование еще для шаурмы. Шаурму вот сюда. Вот шпинг. И еще для хот-дога. Ну, хот-дог у меня будет вот с этой стороны делаться. Поэтому его сюда. Вот. И остался у меня 1 доллар 75 центов. Как это символично. С чего начинал? С тем и остался. Но только уже в ресторане. Так, магазинчик откроется? Нет, не откроется. Да что ж такое-то? Надо денег подзаработать где-нибудь. На улице пиццу может продавать. Бегать с куском пиццы и продавать ее всяким прохожим. О, бомжар, ты куда пошел? Ты что, переезжаешь, что ли? Куда это? Я за тобой прослежу. Ты тачку хочешь вскрыть? Да, жизнь тяжелая у тебя. Кажется, он пошел. Он что-то пришел такой, посмотрел тут, понюхал. И уходит. Смотри, как он ходит. Да это бизнесмен, переодетый в бомжа. Слушай, я так подумал чуть-то, а что мне покупать? А что мне покупать оборудование, если вот этим оборудованием никто не пользуется толком? У вас тут пиво стоит? А, это мое. Старенькое, добренькое. Короче, я хочу забрать отсюда вот эту вот штуку. Опа. Будет ли мой менеджер жаловаться на то, что ему нечем разливать пиво? Так, а вот эту штуку куда поставить? Вот сюда вот шлепнуть. Опа. Их готово. То же самое я могу сделать здесь и вот с этой вот штукой. Забираем ее. Ну вот. Вроде бы все здесь поставил. Вообще все. Все, 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 все. Хотя нет, не все. Пойду еще стырю со своей бургерной плиту для жарки котлет. Все равно эта чукча, она магическим образом котлеты как-то жарит. Вот это убираем. А это забираем. Когда нет денег, надо выкручиваться как можешь. Плита будет у нас, наверное, вот здесь вот, чуть подальше. О, задача выполнена. Ну ты посмотри, как шикарно. Значит, я теперь могу открыть свой ресторан. Открыть пиццерию. Да, наконец-то. А в бургерной, смотри, загорелся справа вверху плита. Принезите обратно плиту, пожалуйста. Зато я открыл пиццерию. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, единственное, что я газировку свою дал. Мне нужно газировку отменить. Газировка здесь не будет продаваться пока что. Потому что ее тупо нет. А вот кусочки пиццы, это завсегда, это пожалуйста. Даже пицца еще не пропала. Она тут трое суток уже висит. А можно ее обратно в плиту затолкать, чтобы она там погрелась? Вот так вот. Пускай мы ее погреем. Теперь мне нужно стать топ-1 бизнесменом города. Топ-1. Рейтинг услуг. По рейтингам услуга я первый. Так что я даже не знаю, что они хотят. О, парнишка, ты немного не так сел. Тебе надо развернуться на 180 градусов. Ну, чувачок, ну как-то. Я этого не ожидал, когда покупал табуретки, что их еще нужно в правильном направлении развернуть. Вроде бы как табуретка, садись-ка хочешь. Ну вот, пацан и сел, как захотел. Пойду отнесу. О, пиццу же можно прямо вот сюда вот выносить. Ну, в смысле здоровым кусманом. Смотри, вот так берешь. И вот сюда ее шпинь. Плашмю. И все. И раздавать ее здесь. Блин, надо побольше табуреток, чтобы гостей побольше приходило. О, Шаухма говорит. Стенд для разливного пива. Верните мне, пожалуйста. И роликовый гриль тоже верни. Хе-хе. Эти менеджеры тюхнули. Чухнули, что. О, бомжар ко мне пришел. Смотри. Бомжар пришел ко мне в рестик попробовать пиццу. Я только сейчас заметил, что у него косоглазие. У него глаза в разные стороны. Смотри. Ну, здорово, мой старый друг. Держи. Вот это клиентура у меня. Значит, пиццу-то я отдал. А бабосики куда у нас складируются? Где? А вон там, с той стороны. Касса у нас вот тут вот. Касса у нас здесь вот. Вот и бабло прилетело. Здравствуй. Что ты хочешь? Кусок пиццы? Не хочешь сесть за стол? Почему ты к кассе подходишь? И вояки пришли. Ну, ништяк. Пошла жаричечка. Ой. Ну, так даже вкуснее. Держите. Короче, купил еще табуреток. Я их тут просто понаставлю. Можно, в принципе, его так понаставить. А можно и... Блин, жалко табуретки так вот пачками не ставятся. Их приходится в инвентарь заходить и выкидывать. Эх. Максимальный комфорт в моем рестике. Табуретки. Самое лучшее средство заманивать. Клиентуру. Спинки нет. Сиди, пока не отвалится спина. Смотри-ка. Клиенты идут и идут. Все хотят посидеть на моих калечатых табуретках. Кому-то мест за столом не хватило. Поэтому они будут сидеть чуть дальше от стола. Типа второй ряд. Давай посмотрим, что у меня там по комфорту. Грязная пицца. Смотри, комфорт просто на высоте. Сервис еще, конечно, нужно подлатать. Но это не проблема. Пришел мой завсегдатый дружбан. Держи. Он даже мне денег принес. Смотри-ка. Валюту подкинул. Ну что, пиццерия пока у меня не задалась. Не удалась. Но по рейтингу, смотри. По рейтингу я просто самый лучший здесь. Я понимаю, что нужно сделать для того, чтобы стать топ-1. А именно мне нужно, чтобы все мои рестораны имели 5 звезд в сервисе и 5 звезд в комфорте. Конечно же, я этим не хочу заниматься. Потому что это геморно. Да, вот у меня здесь нету 5 звезд. Здесь нету. Ну, короче, у меня не все рейстики идеальные. О, сервис тут немножечко поднимается. Это классно. Пампушечка какая пришла ко мне пиццу закусить. Вот это у тебя лицо, слушай. Ну, держи в любом случае. Я всей клиентурии рад. О, чувачок в стол сел. Красава. Ну что, вот, собственно, и все. Пиццерия открыта. Я, конечно, ожидал больше, что тут будет огромный наплыв посетителей. Когда я расставлю кучу табуреток. Но этого не свершилось. Сколько у нас времени? Десять? А, ну, десять утра. Может, вечером, конечно, придут. Но я сомневаюсь. Короче, решил я немножечко снизить цену на пиццу. Надеюсь, не на то, что клиент попрет. Вот, 3,5. Нормально. Ну, все. Грязная пицца добралась до комфорта 5 звезд. Сервис 5 звезд. Просто офигенное обслуживание. Но, как ты видишь, клиентов маловато. Так что, на этом я думаю закругляться. Сейчас я тебе покажу свой рейтинг. Я на высоте. Так что, можно сказать, что я топ-1 бизнесмен в этом городе. Если тебе понравился ролик, то не забывай ставить лайк под видео. И подписываться, если ты еще не подписан. Чтоб не пропустить следующих крутых игрух. На которых мы с тобой, собственно, и увидимся. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем ролике.